Аварийную посадку совершил Боинг в Новосибирске. Пассажиры отправлены в Самару резервным самолетом. Наблюдение высокой точности, космические аппараты на службе народного хозяйства. Тропой узнаний в Постниковом овраге может появиться тротуар до Самарского университета. Отчистить до последней снежинки на уборку Самары от снега брошены все коммунальные силы. Студенческий десант. Активисты познакомились с работой наркополицейских. Пассажиры Боинга, аварийно севшего в новосибирские заполомки, отправлены в Самару резервным самолетом, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Инцидент произошел в аэропорту Толмачева. После дозаправки механики обнаружили повреждение одной из стоек шасси. Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия. На борту самолета находились 116 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. В Самарском областном суде присяжные так и не вынесли сегодня вердикт по нашумевшему делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. С самого утра заседание шло в закрытом режиме. В преступлении обвиняются четверо мужчин. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Прихватив с собой ценные вещи, скрылись с места преступления. Слушание дела и вынесение вердикта присяжных областного суда перенесено на среду. Космические технологии на службе рационального природопользования. В Самарской области реализуется проект взаимодействия Минсельхоза и Роскосмоса. На орбите работает группировка аппаратов Ресурс-П производства РКЦ «Прогресс». При помощи космических снимков удается проводить поиски полезных ископаемых, обнаруживать несанкционированные свалки и места чрезвычайных происшествий, а иногда и останавливать серьезные правонарушения. Олег Зверев изучил перспективы спутниковой программы. Всего два снимка из космоса, но исходя из этих данных уже удалось остановить преступление. Незаконные добычи песка на территории Самарской области наносят непоправимый вред экологии. При помощи аппаратов дистанционного зондирования Земли информация поступила в правоохранительные органы. По результатам дистанционного исследования снимков, учитывая, что съемка производства в различные периоды и в разном масштабе, с большой долей вероятностью можно говорить о наличии изменений на пяти земельных участках, где была произведена добыча. Это лишь некоторые из примеров, когда космические технологии служат делу сохранения природы на Земле. В Самарской области реализуется пилотный проект сотрудничества Минлесхоза и Роскосмоса. Качественные космические снимки используются в самых разных службах. Это и контроль состояния окружающей среды, инвентаризация ресурсов, поиск полезных ископаемых. Пункт приема и обработки спутниковой информации РКЦ «Прогресс» сегодня способен заглянуть в любую точку планеты. Это Олимпийский стадион в Пекине, а это уже Сидней, Австралия. Но в приоритете Самарская область. Из шести российских аппаратов на орбите три ресурс П самарского производства. И именно в нашем регионе дистанционное зондирование Земли применяется наиболее эффективно. Съемку информации Самарской области, как только позволяет метеоусловие, попутно, проходя над Самарой, мы все время ведем эту съемку. Все это дело докладывалось правительство Самарской области, губернатору. Все это одобрено. И можно сказать, что здесь мы находимся в пилотном варианте проекта. Пользуясь, будем говорить, с близостью доступа как разработчики к системе, имея здесь пункт приема информации на расположенной территории нашего предприятия, мы в первую очередь работаем на наш регион. В планах у Роскосмоса увеличение числа спутников, которые сегодня незаменимы практически в каждой сфере экономики. К 2020 году на орбите должно быть уже 19 аппаратов. Причем в ближайшие годы будут запущены четвертый и пятый спутники ресурс П. А на перспективу разрабатывается уже новая модель ресурс ПМ. Кроме того, в планах создание группировки малых космических аппаратов, разработанных РКЦ «Прогресс» совместно с Самарским университетом. АЭС-2Д в космосе меньше года, но уже зарекомендовал себя как важная птица. АЭС-2Д – это малый аппарат уже, в отличие от тех, которые показаны были здесь. Это уже аппарат в полтонны весом. Аппаратура, конечно, там класса немножко пониже, но уровень разрешения его считается сверхвысокодетальным. АЭС-2Д, если он будет реализован как группировка из нескольких спутников, то позволит нам практически ежесуточно давать информацию, хотя по Самарской области гарантированно тогда. Начиная с 2013 года, самарские аппараты отсняли уже более 250 миллионов квадратных километров земной поверхности. Причем спутниковая программа развивается в общемировом тренде. А значит, и в Самарском регионе все новейшие космические технологии будут применяться в первую очередь. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Новые жилые районы «Крутые ключи Южный город» станут ближе к центру Самары. Вопросы создания комфортного транспортного сообщения обсудили на первой рабочей встрече глава Самары Олег Фурсов и начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Между городской администрацией и филиалом РЖД действует соглашение о сотрудничестве. Активно идет работа над проектами создания железнодорожных перевозок между центром города и отдаленными районами. Большое внимание и подготовки к чемпионату мира по футболу. В частности, доставки болельщиков на игры в Самару, транспортной безопасности и созданию привлекательного внешнего вида зданий и сооружений железной дороги. Также на совещании обсудили возможность доставки поездами грузов, в том числе материалов для ремонта дорог. Это позволит снизить нагрузку на автомобильные магистрали и минимизировать количество пробок. История очень знатная, хорошая в Куйбышевской железной дороге. Мы также ей гордимся, ценим, уважаем и на протяжении многих лет подписываем соглашение о сотрудничестве. И вне рамках этого договора мы активно очень сотрудничаем и многие вопросы решаем. Самара достаточно активно развивается, образуются новые районы города. Мы обсудили с главой города ситуацию по транспортной доступности. Это может быть и городская электричка, это могут быть просто какие-то пригородные перевозки. Но задача перед нами одна, чтобы человек, который проживает в одном районе города, а работает в другом районе города, не ощущал каких-то неудобств. Путь к знаниям может быть тернист. Студенты Самарского университета и просто случайные прохожие почти ежедневно ходят по трамвайным рельсам по дороге от Постникового оврага до учебных корпусов. На эту проблему в преддверии дня студенты обратили внимание члены Общероссийского народного фронта и власти Самары. Вместе с ними в проблеме разбирался Сергей Ромашов. Студентка Самарского университета Эмма Качарова вместе с одногруппниками вынуждена ходить на учебу прямо по трамвайным рельсам. Другой дороги от остановки нет. Активисты вуза обратились к городским властям за помощью. Обращение было именно от студентов. Я председатель Совета обучающихся Самарского университета. Когда два вуза объединились, возникла необходимость постоянного перемещения между двумя вузами. У нас нет прямого маршрута. Я обратилась к главе города к фурсову с письменным обращением с тем, чтобы 12 маршрут продлили. И это позволило бы непосредственно нам перемещаться между двумя площадками. Ответ поступил довольно-таки быстро. Крик о помощи услышали и власти города, и члены Общероссийского народного фронта. Их представители встретились со студентами на остановке трамваев в Постниковом овраге и лично изучили проблемный участок. Сами прошлись по опасной тропинке. Там же на месте наметили пути решения этого вопроса. В идеале это тротуар с освещением. Здесь, вы знаете, сейчас активно застройка идет в этом районе. И, соответственно, как один из вариантов, попросить застройщиков, чтобы они благоустроили эту территорию. Вы знаете, наверняка в послании президент говорил, особое внимание уделял вопросам благоустройства. Объединение САМГУ и СГАУ – не единственное слияние вузов в Самаре. Одним учебным заведением скоро станут политех со строительным университетом. Студенты этих вузов тоже вынуждены будут как-то перемещаться между корпусами. Поэтому Постников овраг сегодня можно назвать тренировочной площадкой, на которой власти вырабатывают оптимальные решения для таких вопросов. Ходить по трамвайным путям, как это делают многие самарцы, пожалуй, не стоит. Иначе вы рискуете оказаться под колесами трамвая. Лучше подождать, когда этот участок облагородит. А пока обходить его стороной. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Снег под контролем. Городские власти, полиция и другие надзорные органы четко следят за тем, как чистят дороги службы благоустройства. По нормам максимум через 6 часов дворники и спецтехника должны выходить на уборку. Но везде ли соблюдаются эти требования, узнала Марина Матвейшина. Почти 9 тонн снега вывезли из Самары за прошедшие сутки. На уборку города вышли 350 рабочих муниципального предприятия благоустройства, более 300 спецмашин и 2500 дворников. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства управляющим компаниям поручено темп работы не снижать и активнее убирать снег во дворах. Сейчас важно объяснить жителям, чтобы они не оставляли в дворах машины. Задача стоит, что сегодня и районам, и управляющим компаниям поставлена задача при очистке дворовой территории переставлять транспорт, потому что в львиной доле 90% транспорта в каждом дворе – это жители, где припарковываются. Вот этот момент он обозначен. Автомобили вдоль проезжей части мешают расчищать и дороги от борта до борта, подтверждают сотрудники МП «Благоустройство». Вот стоит газель как раз, вот подснежная, которая тут брошена. Если погрузчик идет и сдвигает снежный вал, есть вероятность того, что погрузчик зацепит припаркованную машину. То есть, как бы нам тоже за это отвечать не хотелось бы. Рейд по Самарским улицам проводят полицейские, проверяют, насколько безопасны дороги. Внимание обращают на снежные кучи на обочинах. Данные недостатки у нас напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Здесь зафиксировано заужение проезжей части на более чем на 5 метров. То есть, от четырех полос движения на улице 22-го партсъезда у нас осталось только две. Городские власти также ведут ежедневную проверку, особенно после обильных снегопадов. В приоритете дороги, по которым ходит общественный транспорт, а также тротуары. Вручную должны быть очищены остановки и подходы к ним. После прохожения обильного снегопада предприятиям в соответствии с нормами необходимо порядка где-то в течение шести часов уже приступить к очистке уличной дорожной сети. В части технологии у нас на сегодняшний день организована проверка, ежедневная фактически, по как очистке уличной дорожной сети, так и по вывозу снега. В общем-то, на сегодняшний день ситуация начинает выравниваться, учитывая вот этот факт. Уровень вывоза снега, точнее объем вывезенного снега на сегодняшний день, он ориентировочно соответствует уровню прошлого года. Дворы на совести управляющих компаний и ТСЖ. Этой зимой не все частные конторы справляются со своими обязанностями и получают за это штрафы. Если в ближайшее время коммунальщики не исправятся, их могут лишить лицензии. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Кадровые изменения в железнодорожной прокуратуре. На должность руководителя назначен Александр Диденко. Ранее он занимал должность старшего помощника прокурора Самарской области по обеспечению собственной безопасности. Свою карьеру Александр Николаевич начал в Ивановской области. Прошел путь от следователя до заместителя прокурора города Иваново. В прокуратуре Самарской области работал последние пять лет. В первую очередь начальник района прокуратуры планирует обратить внимание на проблемы в сфере благоустройства. Я изучил немного доступные источники информации о железнодорожном районе и я не нашел каких-то серьезных проблем, которые требуют какого-то срочного разрешения. Поэтому самое главное сейчас быстро, оперативно вникнуть в текущие проблемы, наладить эффективное взаимодействие с коллегами, с администрацией, с судом, полицией, другими контролирующими органами и всем вместе решать текущие проблемы. Около полутора тысяч литров косметических средств и стеклоомывающей жидкости снято с продажи по результатам рейдов Роспотребнадзора. С начала года сотрудники ведомства проверили более 800 мест, где могли производить спиртосодержащие товары и торговать ими. Всего было взято свыше полусотни проб, 12 из них не соответствуют нормам. Совместно с полицейскими работниками Роспотребнадзора удалось не допустить продажу нелегальной продукции. В 18 случаях весь товар был конфискован. Всего за время внеплановых проверок были выписаны штрафы на общую сумму почти в 45 тысяч рублей. После трагедии, случившейся в Иркутске, в стране на месяц запретили продавать косметику и бытовую химию на спирту. Но закон исполняют не все. Это какие-то универмаги, торговые павильоны, просто мелкие какие-то объекты, которые игнорировали запрет. Потому что в большинстве случаев крупные сети, которые у нас могут потенциально реализовать косметическую продукцию, они исполнили требования постановления и приостановили ее реализацию. Обо всех нарушениях жители могут сообщить сотрудникам Роспотребнадзора по телефону горячей линии. Его вы видите на экранах. Жилье на вторичном рынке Самары подешевело на 13%. Сколько в среднем придется отдать за один квадратный метр, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает. За один баррель черного золота дает 55 долларов 60 центов. Валюта дешевеет. Курс на 25 января. Доллар 59 рублей 21 копейка. Евро 63 рубля 62 копейки. Золото стоит 2322 рубля серебро. 32 рубля 31 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 61 рубль 26 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 14 копеек. Ассоциация туроператоров назвала самые популярные у россиян направления отдыха на 23 февраля. В лидерах Прага, Вена, Будапешт. Те же, у кого денег поменьше, едут в Петербург. Квадратный метр на вторичном рынке жилья в Самаре стоит почти 44 тысячи рублей. Почитали специалисты фонда жилья и ипотеки. По сравнению с прошлым годом цена снизилась почти на 13%. В Самаре составлен рейтинг необычных квартир. В самый дорогой за 51 миллион рублей есть сауна, просторная терраса с видом на Волгу и большой камин. На втором месте пентхаус за 45 миллионов с приватным кинозалом. На третьем квартира с террасой в 300 квадратных метров всего-то за 16,5 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Боевое оружие, обмундирование бойцов СОБРа. Самарские студенты познакомились с работой областного наркоконтроля. Сегодня ведомство особое внимание уделяет профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Всех желающих пригласили вступить в общественные организации, активисты которых сотрудничают с полицейскими. Алина Чемерис тоже не против стать на защиту порядка. Пистолет, пулемет, бизон. Ребята, мы там не надо... Значит, настольное оружие. То есть при штурме зданий, сооружений эффективно его использовать. Оружие, каски и бронежилеты, с которыми ходят на задания сотрудники СОБРа, примеряют самарские студенты. И это самая долгожданная часть встречи с работниками областного наркоконтроля. Еще недавно ведомство было самостоятельным. Сейчас входит в состав МВД. Вместе со структурой поменялись и задачи. Теперь упор не на силовые методы, а на профилактику. Чтобы молодежь, чтобы школьники, чтобы студенты отвлечены были от этого плохого деяния, как наркомане, чтобы занимались спортом, здоровым образом жизни. Задача не ждать, пока человек станет наркоманом, преступником, потом посадить его, привлечь к уголовной ответственности. Задача, чтобы он не стал наркоманом, чтобы не покупал эту гадость. На встрече участникам акции «Студенческий десант» показывают фильм о вреде наркотиков и алкоголя, рассказывают о работе ведомства. Чтобы помогать полицейским охранять порядок, в регионе два года назад было создано движение «Ночной патруль». Его активисты сообщают о пьяных водителях на дороге. В сентябре появилась еще одна организация «Будущее» 63-го региона. В ее задачи входит пропаганда здорового образа жизни и привлечение в свои ряды молодежи. Сегодня наркоторговцы зачастую работают через интернет. Здесь и пригодятся навыки нынешних студентов. Не секрет, что сейчас распространен бесконтактный способ. То есть это при помощи социальных сетей, при помощи всех интернет-мессенджеров и так далее. В этом случае у нас есть ребята, которые и программисты. Мы сейчас планируем привлекать студенчество, в том числе технических вузов, которые прекрасно владеют всеми средствами интернет-общения для того, чтобы содействовать в СКН, в области поимки таких преступников. Сегодня я узнал о большом количестве общественных движений. Узнал, что есть много людей, которым не безразличны проблемы нашего города. И, возможно, в будущем я в каком-нибудь из них буду наступать. Чтобы стать участником общественного движения и сотрудничать с полицейскими, достаточно желания и чувства ответственности. Тем, кто хочет присоединиться к активистам ночного патруля, потребуется еще и документ, подтверждающий, что молодому человеку есть 18 лет. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Почти 3000 наказов поступило к депутатам железнодорожного района Самары в 2016 году. Треть вопросов удалось решить полностью. По остальным жители получили консультации специалистов. Это связано с тем, что для решения проблем задействованы не только депутаты, но и городские департаменты, управляющие компании и муниципальные предприятия. Больше половины жалоб поступает по вопросам ЖКХ. В основном это ремонт домов, благоустройство дворов, проблемы с водоснабжением. В администрации обещают, что ни один наказ жителей не останется без внимания. Настрой у депутатов достаточно решительный. Ни один наказ не должен быть забыт. Каждый заявитель, каждый избиратель, который так или иначе обратился с каким-либо наказом, он обязательно будет выполнен. Весь вопрос, собственно говоря, во времени. Мы будем очень жестко контролировать и делать все возможное, чтобы каждый наказ был выполнен. Далее коротко о других событиях дня. Росгвардия в Самаре задержала интернет-экстремиста. Ранее судимый за аналогичное нарушение закона 29-летний горожанин публиковал на своей странице ВКонтакте материалы, продвигающие идеи национал-социализма. Заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды», а равно унижение человеческого достоинства. Смерть девушки в роддоме стала предметом уголовного расследования. Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родильном отделении Самарской городской больницы номер 10. 25-летняя девушка умерла через несколько часов после родов. По версии следствия, трагедия случилась из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. У главы Безенчукского района обнаружили подложный диплом о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. По данным ведомства, в 1994 году Сараев окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности экономика и планирования промышленности. А в 2012 году в Самгу получил второе высшее образование по специальности юриспруденция. Но надзорное ведомство установило, что диплом о первом образовании был подложным. Возбуждение уголовного дела отказано за истечением срока давности. Кроме того, суд признал второй диплом недействительным. Это решение в законную силу не вступило. Под Самарой судно на воздушной подушке столкнулось со снегоходом. Это произошло на 1730-м километре реки Волга, известном как Рождественская Волошка. В момент столкновения на борту суда находились водитель и четыре пассажира. В авариях никто не пострадал. Самарские фирмы могут оштрафовать за то, что они ищут сотрудников через Авито. Прокуратура направила в Государственную инспекцию труда Самарской области материалы по трем фирмам, нарушившим законодательство. Дело в том, что руководство фирм, разместившее объявление, не поставило в известность службу занятости населения. Теперь частным конторам грозят штрафы до 5000 рублей. Баскетбольный клуб «Самара» продолжает бороться за первое место в Суперлиге. С кем в ближайшее время предстоит сражаться с самарцем, знает Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Баскетбольный клуб «Самара» готовится к домашней серии игр. Действующий волейбольный чемпион России Казанский «Зенит» экзаменовал Новокубышевскую нову. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова прервала победную поступь в Австралии. Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс в четвертьфинале «Австралион Опен» и покинула турнир. Матч длился 1 час 47 минут. Россиянка часто вела в счете, но лишняя нервозность и большое количество ошибок не позволили ей воспользоваться преимуществом. В итоге старшая сестер Уильямс смогла переломить ход встречи в свою пользу 6-4-7-6. Таким образом, в женском и мужском одиночных разрядах больше не осталось представителей России. Следующей соперницей американки будет ее соотечественница Коко Ван де Веге, в своем четвертьфинале победившая испанку Горбинье Мугурусу. В рамках 16-го тура чемпионата России по волейболу в гости к Новокубышевской «Нове» приехал действующий чемпион Казанский «Зенит». Для «Новой» это самый неудобный соперник. За три предыдущие личные встречи новокубышевцы не взяли ни одной партии. Так вышло и на этот раз. Достойное сопротивление удалось оказать только в первом сете – 23-25. Затем игроки «Новой» стали чаще ошибаться, чем воспользовался именитый соперник, в составе которого несколько олимпийских чемпионов Лондона 2012 года. Итоговый счет 0-3 в пользу «Зенита», который продолжает лидировать в чемпионате. «Нова» пока располагается на восьмом месте. Баскетболисты «Самары», вернувшиеся из сибирского турне, продолжают подготовку к серии домашних игр регулярного чемпионата Суперлиги. Сейчас «Самарцы» третий в турнирной таблице и отстают от лидеров из Новосибирска всего на одну победу. В течение недели «БК» «Самары» примет у себя на паркете. 27 января – Ревдинский темп «Сумс» у ГМК, а в следующий понедельник 30-го – Урал из Екатеринбурга. Игроки приглашают всех болельщиков поддержать их в этих непростых матчах. Начало игр в 19.00. Вход свободный. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА